47 миллионов рублей инвестиций на модернизацию производства. Акционерное общество «Мясопродукты» завершает обновление мощностей и подводит итоги года. О результатах работы предприятия руководитель Тамара Критская рассказала депутатам окружного собрания на выездном комитете. Обновленная котельная, собственная подстанция, новая система вентиляции, современные холодильники и установки. С 2013 года «Мясокомбинат» проводит модернизацию производства. Она почти завершена и есть первые результаты. Предприятие расширило ассортимент до 164 наименований. На прилавках магазинов появились консервы, шпажки «Прима», сосиски «Экстра», всеми любимый холодец. Новая фасовочная линия позволяет упаковывать продукцию по современным стандартам. За три года на модернизацию потрачено 40 миллионов собственных средств. Окружных только в 2015 году порядка 47 миллионов. Поэтому, я полагаю, вот эта вся комплексная работа как раз и заключается в том, и мы должны, наверное, вправе говорить о том, чтобы продукция мясокомбината была прежде всего качественной. Ну и поговорим о, в том числе, о ценообразовании. Финансовую поддержку округ продолжит и в 2016 году. На эти цели заложено 650 миллионов рублей. Они пойдут в том числе на дотации производителям «Оленины». За каждый килограмм мяса оленеводческие хозяйства получат 150 рублей. Эта мера позволит мясокомбинату закупать сырье в полном объеме и избежать дефицита сырья, как это случилось в прошлом году. Мы запланировали, подписали договора с СПК, с частниками на 960 тонн. 82% мы уже имеем заготовленные, 16% из всего этого мы уже вывезли, они находятся на нашем складе. С 3 января мы будем вывозить по зимнику с Харьяги, с той стороны Востока. С Красного Октября, это у нас в Оркута пойдут поступления мяса. И 8 бортов после 10 января предусмотрено с Запада. По словам руководителя, закупленного сырья должно хватить на обеспечение продукции всех учреждений и населения. Также в новом году предприятие обновляет технические регламенты. Продукцию больше не будут добавлять в сою, её заменят молочным белком. Это позволит повысить качество продукции. К слову, в декабре мясокомбинат получил высшую награду на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Вкус качества».